На этом видео я хочу перевести еще один вопрос к Раву Тверскому, и на мой взгляд, очень интересный и поучительный вопрос, и у меня есть что добавить, без раташин тоже. Друзья, спрашивает какой-то человек, что после трагедии, когда в кошерном магазине, в гладкошерном магазине оказалось, что продают трефное мясо, он имеет в виду известный скандал в Монси. То есть такие скандалы происходят время от времени, но самый известный и самый крупный из таких скандалов, когда в течение многих лет человек продавал некошерное, кажется, куриное в основном мясо. Это произошло в Монси, и открылось действительно несколько лет назад, и шокировало, конечно, всех тех, кто до сих пор считал, что, во всяком случае, на хорошую ажгаху можно полагаться. Там действительно была хорошая ажгаха, и сам человек, никто бы его не заподозрил в том, что он недостаточно соблюдает кошерность, или что другим будет продавать некошерное мясо под видом кошерного, потому что он был действительно во всех отношениях человек, у которого можно было дома есть по халахе. Там он в своей синагоге был, кажется, и балкорой, и трубил в шофар, и давал шиур по дафьоме. То есть он был одним из тех людей, которых последними будут их уж заподозривать, что он что-то делает не так. Скорее не будет есть в моем доме, чем в его, скажем так. Он был во всех отношениях человек, который без сомнения очень и очень кошерный, как казалось. Но оказалось, что продает мясо полностью не кошерное, трефное. Именно вейлу, да. И добавок, и кровь, похоже, не удаляли. То есть целый ряд запретов многие общины делали в течение многих лет. И в Манси, и в Монро, и в других местах. Когда это выяснилось, это, конечно, шокировало нашу общину. Ну, так вот, данный человек, который пишет, он говорит, что он решил тогда, он сказал своей жене, что теперь мы вообще мясо есть не будем. Переходим на вегетарианство. Раз такое может произойти, переходим на вегетарианство. И его жена говорит, что у тебя болезнь, что ли, да? Ты, говорит, нервный человек. Так он спрашивает теперь у Атверского, как у доктора и как у Равина, действительно ли эта нервозность слишком сильная, да? И является ли это своего рода болезнью, что теперь он не хочет есть мясо и будет только есть вегетарианскую пищу. И автор отвечает так, что, в принципе, конечно, есть вегетарианскую пищу, это не является чем-либо, да, нервозностью особой. И разные люди едят вегетарианскую пищу по целому ряду различных причин. Но, с другой стороны, халахаж не требует в такой ситуации переходить на овощи. Поговори со своим посыком. И еще, говорит, что на самом деле от того, что ты будешь есть только вегетарианскую пищу, кто сказал, что ты спасешься от запретов? Там, например, могут быть черви. Многие люди, говорят, не так осторожны в отношении хорошей ажгахи на проверку разных насекомых в нашей пище. Хотя тоже запрет Торы. Чем отличается этот запрет от запрет Трифнова или Невейлы? Да, причем, когда мясо, мы сразу очень беспокоимся, что Хас Вишалом ели не кошельное мясо. Получилось, что съели не кошельное мясо. А вот в случае, например, насекомых, люди не так уж стараются, да, проверяют. Я бы здесь добавил интересное утверждение. Брис Карава, когда он приехал в Израиль, он заметил, что люди практически не спрашивают вопросы по отношению к Трумот и Маас и Рот. И непонятно действительно, почему в отношении, скажем, кошельного мяса все спрашивают, а вот в отношении запрета, когда они тевель, да, не сняты, не отделены нужные части урожая, на это вопросы практически не поступают. Он говорит, может, потому что это только доработан в наше время, но и, скажем, некоторые вопросы, связанные с мясом, в связи с кровью, когда она вареная кровь, то это уже только доработан, по многим мнениям. И, тем не менее, люди спрашивают, если был какой-то вопрос насчет Сафик, засолили ли мясо, да, правильно, чтобы удалить всю кровь, подобные вопросы. Вот. И сказала в результате Брис Карава, что люди обычно спрашивают то, что спрашивали их родители. Их родители спрашивали вопросы про кровь, про мясо, и они спрашивают. Вот, приехав в Израиль, они не думают о том, что не меньший запрет есть тевель, чем запрет есть мясо, которое варили, не удалив кровь, например. Но, что касается вот замечания Рава Тверского, это действительно, казалось бы, на первый взгляд, что, как разница, запрет червяка, который запрещен торой, и даже несколькими разными запретами, согласно Хазаль, и запрет на трейфное или неубитое кошерным животное, да, то, что мы называем навейло. То, что продавал этот человек, оно было не просто даже трейф, это было именно навейло, в каком-то смысле даже хуже. Но на практике это все не так пошут, это все не так очевидно, хотя кажется действительно, что запреты и равноценны, и то, и другое запрещено торой. На практике, если человек ест овощи, в которых оказались червяки, очень часто вполне может быть, что он запрет только Равинский ломает. Хотя сам червяк, если он вытащит и специально съест, он сломает запрет торой. Но когда он просто ест овощи, и в них в том числе оказались червяки, их никто не проверял как следует, то вполне возможно, что запрет был только Равинский. Сейчас я не буду вдаваться в технические детали, я просто хочу это упомянуть. Если вы хотите подробное обсуждение, можно посмотреть, например, Уару Хашухана в законах, в Йородея в законах про запрещенных червей. Там он все это очень подробно обсуждает. И, как правило, люди, которые едят не проверив, они торы очень редко могут сломать, тем не менее. Никто не хочет специально есть этих червей, они противные. Получается иногда, что что-то попадает в пищу. Поэтому можно было бы предположить, что поэтому люди не так строги. Ответить на вопрос Рава Дверского, почему в действительности люди больше беспокоятся о трефе. Действительно шокируют, если оказалось, что они ели трефное или навейлу, но не так шокируют, если оказалось, что они ели овощи, в которых оказались букашки какие-то. Но, в общем, я согласен с аргументом Рава Дверского. Во-первых, мы должны соблюдать, во-первых, все, не только то, что из торы запрещено. Во-вторых, действительно непонятно, допустим, он перейдет на вегетарианскую пищу. Есть много других запретов, и даже не только то, что здесь упомянут, не только насчет червей. Есть много различных запретов, которые человек может ломать в любом случае, если он ест пищу. Но вот опять же, если это будет израильская пища, иногда попадает к нам израильская пища, и, допустим, там Шмидту не соблюдают. Есть много разных запретов. Некоторые из Тора, некоторые из Дарабона, некоторые из Диспута, а не из Тора или Дарабона. Есть очень много вопросов, да, вот, например, Йошин и Ходаш. Европейские евреи в течение многих поколений не соблюдали запрет на Ходаш, на новую рожай, потому что было очень сложно. И полагались на мнение меньшинства мудрецов, что это не относится вне земли Израиля, еще на определенной мягкости, которая существует. Но, в принципе, если запрет Ходаш относится, то это запрет Торы. Очень серьезный запрет Торы, даже не менее серьезный, чем запрет Навейлы, в конце концов. Но это почему-то противно, видимо, Навейла, больше, чем, скажем, то, от чего не отделили Майсер, или то, что в седьмой год произвела земля, или там то, что запрещено как Ходаш, новый рожай. Почему-то люди не так же относятся к этим запретам, как к запрету Навейлы. Навейла это именно противно людям, знаете, как свинина противна обычно евреям. Но дело даже не в этом, знаете, вопрос не в том, что больше запрет или что людям более противно. Вопрос в том, что действительно он, как говорят по-английски, оверреактит. И он слишком уж реагирует сильно этот человек, что от того, что когда-то они ели не кошерное, то теперь не будем есть вообще мясо. Если, например, оказалось, что когда-то ему споили яйнесах, может такое быть, что споили вино, которое трогал нееврей, ошибка какая-то произошла, или были такие случаи тоже, так теперь он не будет пить никакого вина и виноградного сока. А не от конца таким хумром, да, в самом случае, без вина невозможно и китуш сделать, в самом случае, или отхилой, пасхальный седр тоже, да. Поэтому мне кажется, что нужно относиться к таким вещам более спокойно. Ведь в действительности что произошло? Человек, который ел это мясо, он ни в чем не виноват, он следовал хашгахе. Машгех тоже, в общем-то, не особенно виноват, потому что он проверял, насколько возможно, и человека, которого особенно не ожидалось, что он будет обманывать. Понимаете, если это был бы человек нерелигиозный или не еврей, который бы продавал мясо, если бы кто-то согласился дать ему хашгаху, то это нужно было бы постоянно проверять и перепроверять, и делать действительно проверки и в три часа ночи, и когда угодно, на всякий случай, потому что это люди, на которых полагаться нельзя. Но он, Машгех, ставил, давал свою хашгаху на человеку, который, в общем, полностью, как гадонинский, релайабл. У него в доме можно было бы кушать по букве закона. Поэтому минимальной проверки было, в общем, достаточно. Он не обязан был его пытаться поймать в три часа ночи, когда тот, на самом деле, открывал свой холодильник и туда клал некошерное мясо. Поэтому то, что произошло, это скорее исключение, чем правило. Обычно кошерные люди так себя не ведут. Я же не знаю, что с этим человеком произошло, и почему он решил делать бизнес на продаже некошерного мяса, и какие у него были несъенот, как говорится. Я не буду судить никого. Альти Доннен Хаверхадш и Тагелем Комо. Не суди других, пока не попал в его ситуацию. Но, во всяком случае, то, что он сделал, он действительно множество и множество людей привел к тому, что они делали грех. Но реально их грех – это его грех. Они ничем не виноваты перед следующим. Они сделали все, что вообще требуется. С чем это можно сравнить? С тем, что, скажем, все мы в течение жизни хоть когда-то наверняка ели трейфное. Почему? Потому что не все трейфы проверяются. Мы проверяем только частые трейфы. И тоже не требует проверять то, что очень редко. И даже раввины не требовали проверять. Мьют шеи на мацу и то, что очень редко. Поэтому можно быть почти уверенным, что хоть раз в жизни, кроме как если ты большой праведник, тогда там вот говорят, что все очень специально тебя предохраняют. Но большинство людей хоть раз в жизни что-то трейфное съели. Даже если они родились в религиозной семье. Я не говорю о нас, Балайчуба. Я говорю о людях, которые родились в религиозной семье. Но за всю жизнь хоть что-то когда-то было трейфным. Ну и что? По закону мы не обязаны. И, говорится, Тора не дана ангелам-служителям. По закону мы не обязаны проверять и перепроверять больше, чем требует закон. Поэтому в основном проверяют то, что часто случается. И то же самое верно насчет букашек, и то же самое верно насчет всех остальных запретов. Поэтому если человеку жутко не повезло, и он ел у мясника, который обманывал людей, хотя репутация у него была абсолютно прекрасная, и никому даже в голову такое не пришло, то во всяком случае вины тут никакой нет, и всего же его не накажет. Поэтому чего он так беспокоится? И если вам нравится это видео, жмите лайк.